Запрос на перемены, о чем Владимир Путин говорил Федеральному собранию Запрос на перемены, о чем Владимир Путин говорил Федеральному собранию 15-27-15 января 2020 года, обновлено 15-58-15 января 2020 года, президент Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с посланием, в котором назвал приоритеты в развитии страны на ближайшие годы Кадры из Центрального выставочного зала Манэш, где проходило мероприятие, в Фатуленте. РИА-Новости, Михаил Клементьев, глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе. Один из 12 глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе. РИА-Новости, Михаил Клементьев РИА-Новости, Михаил Клементьев Перед страной стоят масштабные задачи, решения которых требуют качественно нового управления, пояснил Владимир Путин 2 из 12 перед страной стоят масштабные задачи, решения которых требуют качественно нового управления, пояснил Владимир Путин РИА Новости, Михаил Клементьев, РИА Новости, Алексей Никольский По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены 3 из 12 по словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены РИА Новости, Алексей Никольский РИА Новости, Дмитрий Астахов Президент начал послания с вопросов демографии Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка 4 из 12 президент начал послания с вопросов демографии Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка РИА Новости, Дмитрий Астахов РИА Новости, Александр Вельф Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний 5 из 12 Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний РИА Новости, Александр Вельф РИА Новости, Михаил Клементьев Важные предложения касались Конституции Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок 6 из 12 Важные предложения касались Конституции Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок РИА Новости, Михаил Клементьев РИА Новости, Владимир Остапкович Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства Совету Федерации в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров 7 из 12 Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства Совету Федерации в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров РИА Новости, Владимир Остапкович РИА Новости, Сергей Гунеев Глава государства заявила о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета В работе которого участвуют главы всех регионов 8 из 12 Глава государства заявила о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета В работе которого участвуют главы всех регионов РИА Новости, Сергей Гунеев РИА Новости, Владимир Остапкович Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок Отметил Владимир Путин РИА Новости, Владимир Остапкович РИА Новости, Дмитрий Астахов Нынешнее послание Федеральному Собранию стало для Владимира Путина РИА Новости, Дмитрий Остапков, РИА Новости Сергей Гунеев Мероприятие длилось час 12 минут Трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16 11 из 12 мероприятия длилось час 12 минут Трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16 РИА Новости, Сергей Гунеев РИА Новости, Михаил Клементьев На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов 12 из 12 на освещение послания аккредитовались более 880 журналистов РИА Новости, Михаил Клементьев Продолжение следует...